Здравствуйте! Это программа подробностей подробно о главных событиях прошедших дней. На минувшей неделе губернатор области Олег Ковалев провел большое совещание по вопросам развития туризма в Рязанской области. А 2014 год в России объявлен Годом культуры. О культуре и туризме мы будем сегодня говорить. У нас в гостях исполняющий обязанности министра культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. Виталий Юрьевич, добрый день! Добрый день! И начнем с культуры. Как я уже упомянул, 2014 год в Рязанской области, не только в Рязанской области, а в России в целом объявлен Годом культуры. Вот насколько насыщен именно в Рязанской области он будет событиями относительно прошлых лет? У работников культуры нет ненасыщенных лет. Мы работаем в постоянном, очень загруженном режиме. Но есть очень важные особенности этого года. Во-первых, это внимание к культуре. Мы очень его ждали. И этот год, он показательный с точки зрения отношения руководства страны и руководства регионов к сфере культуры. Здесь надо сказать и о неких эмоциональных моментах. Я присутствовал совсем недавно, 24 марта, на открытии Года культуры в Большом театре. И там нас приветствовал премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Был большой концерт звезд классической музыки, танца, большого театра. И вы знаете, с точки зрения эмоциональной, где мы сидели рядом с народными артистами, выдающимися певцами, певицами, музыкантами, инструменталистами, мы все понимали и позавчера, и вчера, в День работников культуры, какая все-таки мы сила. Ну, естественно, этот год, помимо эмоциональных моментов, это еще и год особого звучания культуры. Потому что мы в регионе решили, что чем больше рязанцев, в принципе, узнает о том, что этот год особый, год особого внимания к культуре, тем больше практическое значение этого года. Поэтому, конечно, план насыщенный, но это еще и план особого общения, выбрана особая нота общения. У нас проекты, годовые проекты, культпоход длиною в год. Вы, наверное, слышали уже о неких деталях этого проекта. Вот 28 марта открывается этот проект в заборе Рязанского района. Там будет и красная дорожка, где мы будем чествовать лучших работников культуры района. Туда выезжают самые яркие региональные коллективы, театры, филармонические коллективы. Там, наконец-то, наше древо культуры, специальный символ, будет обрастать листвой. Первый лист – это лист Рязанского района. Будет очень интересно, и мы действительно в течение года будем посещать все муниципалитеты Рязанской области. Кроме того, у нас начнутся культурные бои со следующей недели в Рязанской филармонии. Это обсуждение очень сложных тем, которые касаются культуры, на площадке камерного зала филармонии с участием экспертов, прессы, с участием всех заинтересованных лиц. И там неудобные вопросы будут сыпаться, как из рога изобилия. Очень интересные проекты сейчас готовятся под названием «Уроки культуры». В этих проектах планируется участие знаменитого поэта Андрея Дементьева, Феклы Толстой, Елены Ямпольской, главного редактора газеты «Культура», наших ярчайших деятелей культуры. Это проект-разговор, проект, который позволит нам лицом к лицу поговорить с людьми, определяющими направление развития культуры. И мы считаем, что это тоже очень важно. И мы не ограничиваем зрительский состав только деятелями культуры или теми, кто имеет непосредственное отношение к сфере. Нам очень важно, чтобы как можно больше людей участвовало в этом разговоре. Что такое культура? Зачем она нужна? У нас есть крупнейшие знаковые проекты этого года. Это то, что Рязань стала библиотечной столицей Российской Федерации. И в мае у нас пройдет библиотечная конференция. На этой конференции, в работе конференции будут принимать участие представители правительства Российской Федерации. И представители всех 83 субъектов Российской Федерации. Более 800 участников со всей страны. Будет книжная выставка. Огромный план мероприятий. Проекты кремлевские вечера. Славянский хоровод. Этот перечень, он огромен. Очень важно, что в этом ряду, в этом году у нас продолжение проекта в сторону Тарковского. И 4 апреля мы празднуем день рождения Тарковского с приглашением прессы, с показом фильмов. Это будет не разовый проект, а целый цикл мероприятий. И очень важный, потому что Тарковский имеет непосредственное отношение к рязанской земле. И здесь он тоже черпал вдохновение. И 4 апреля в областном научно-методическом центре пройдет открытие этого цикла мероприятий, который будет продолжаться не только показом кинофильмов, но и мастер-классами летом этого года, с приездом знаменитых режиссеров, операторов, тех, кто знал Тарковского, работал с ним, почитателей его творчества. Распространение, скажем так, культуры Рязанского края, культурных традиций Рязанского края продолжится и не только в Рязани, но и наши театральные коллективы, в частности, будут выезжать с гастролями в другие регионы страны. В частности, вот буквально недавно проходила информация, что Рязанский театр «Кукол» вскоре отправится на гастроли в Крым. Да, это действительно верная информация, театр «Кукол» выезжает у нас в Крым, но надо сказать, что театр «Кукол»-то у нас чемпион по выездам, и если посмотреть на карту мира, где они только у нас не бывали. И за последнее время были гастроли в Чечне, участие в огромном количестве фестивалей, из которых они, кстати, приезжают практически всегда с наградами. Мы счастливы, что в этом году они номинанты на «Золотую маску», это впервые в истории Рязанского театра. Ну, а то, что они будут в Крыму, я думаю, что Крым они не разочаруют и смогут влюбить в себя население полуострова. Ну, вот мы так плавненько от культуры переходим к туризму. Как я, опять же, уже упоминал, у нас на неделе, на прошлой неделе прошло большое совещание у губернатора по вопросам развития туризма в Рязанской области. Не буду сейчас задаваться, просить подробно рассказать об этом совещании. Остановлюсь на том, что меня лично крайне заинтересовало. Увидел сообщение СМИ, это были ваши предложения, привлечь к работе с туристами ряд, скажем так, сельхоз и предприятий региона. Это совхоз «Авангард», это молкозавод «Тамка», это пивзавод «Хмелев». На самом деле есть планы сделать вот эти, скажем так, промышленные сельхоз предприятия объектом интереса со стороны туристов. Вы знаете, в принципе, это мировая практика. И какие только учреждения, здания не используются как точки посещения туристами. Самое главное – это пропаганда Рязанского края. Это выстраивание маршрутов, которые будут интересны нашему туристу, именно туристу, не экскурсанту, который приехал на один день и уехал. И вообще спектр обсуждаемых вопросов на этой встрече, он был огромен. И для нас, вы знаете, это некая точка отсчета. Потому что губернатор очень четко определил те направления деятельности, которые обязательно должны помочь в развитии туризма на нашей территории. Тем более, что перечень точек туристической привлекательности, он просто огромен. И надо сказать, что перечисленные вами предприятия или не перечисленные, они действительно очень интересны для туриста. Потому что там есть и некие технологические ноу-хау. Там подготовлены замечательные коллективы, которые смогут и рассказать, и ввести в курс дела. И самое главное, что эти предприятия, они лежат на интересных маршрутах, до которых или после которых можно посмотреть другие достопримечательности. Виталий Юрьевич, если говорить о главном туристическом маршруте Рязани, главной достопримечательности нашего края, это, безусловно, Константинова, это, безусловно, родина Сергея Есенина. Вокруг этого места с декабря прошлого года бушуют нешуточные страсти. И губернатор Рязанской области Олег Ковалев вернул охранные зоны Константинова в то русло, в котором они были и прежде. И сейчас практически еженедельно поступает какая-то информация, идет работа о создании достопримечательного места, о расширении охранных зон. Вот какие последние новости на этом направлении? Ну, последние новости следующие. Вы знаете, что решением губернатора создана рабочая группа во главе с вице-губернатором Рязанской области Сергеем Владимировичем Филимоновым. Рабочая группа включила всех заинтересованных лиц, всех ключевых лиц, как с точки зрения органов государственной власти, так и с точки зрения общественности. Мы все их знаем, и в данном случае надо сказать, что группа работает очень продуктивно. Та наша подкомиссия, которая занимается как раз юридической составляющей, они проштудировали весь законодательный ряд. Я вам могу сказать, что законодательство в этом направлении менялось, и менялось кардинально, и на сегодняшний момент сразу несколько постановлений закрывает одни и те же зоны, в чем есть, конечно, определенные трудности. Именно поэтому сейчас юристы выходят на режим достопримечательного места. Сейчас мы ждем как раз заключения в этом отношении от юридической службы, чтобы уже непосредственно тогда по этой теме работать. Очень важная инициатива общественности, Ольга Ефимовна Ворнова выразила эту инициативу, она касается составления карты памятных есенинских мест. И вы знаете, на рабочих группах, обсуждая эту тему, мы сами удивляемся иногда неким моментам, пробелам, тем вещам, о которых мы тоже не знали. Ведь громадное количество мест, посещаемых в Рязани, в Солочи и так далее, и так далее. Кстати, дополнен список и по предмету охраны был, благодаря работе комиссии. И я вам могу сказать, что на сегодняшний момент действует охранная зона, согласно 62-му постановлению. Зоны это границы нерушимые, и уменьшения территории не будет. Поэтому копии ломать уже в данном направлении не стоит. То, что касается непосредственно осуществления охранных моментов, то Министерство культуры и туризма Рязанской области занимается этой проблемой, занимается по каждому обращению общественности по результатам мониторинга, который проводится сейчас даже не ежемесячно, а еженедельно. Я благодарю вас, Виталий Юрьевич. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Это была программа подробностей. У нас в эфире был министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.